Пожить с волками можно в Беларуси. Местные биологи создали специальную агроусадьбу, куда зазывают туристов со всего света. Хищников здесь выращивают с самых ранних лет, поэтому люди они воспринимают как представители своего вида. На сегодняшний день три волка. Один терр, это уже довольно старый волк. Практически 10 лет в мае будет. И два молодых, которые в другом вольере. Они живут, конечно, и вместе, но просто на сегодняшний день они рассажены, с ними немножко легче работать. Впрочем, как пояснил основатель усадьбы Дмитрий Шамович, прямого контакта с туристами не допускают. Все-таки волк при появлении новичка старается понять, на какой ступени в иерархии стаи он тот может находиться. И если ступень ниже, то у туриста могут возникнуть проблемы. Как правило, животных выпускают из вольера на открытую местность, к реке или лесу, чтобы волк вел себя как в естественной среде. А приезжие могли бы сделать удачные кадры. Волка мы используем для туристов, которые приезжают пофотографировать. То есть это люди с камерами, то есть волки выпускаются без всяких поводков и цепей. Вот, можно выйти в дикую природу. Благо мы живем в таком месте, где плотность населения очень маленькая. До ближайшей деревни 4 километра. Агроусадьба пользуется популярностью среди европейских туристов. Диких животных они видят в основном в зоопарке, а понаблюдать за волком в его и привычной среде, это экзотика. Приезжают не только обычные путешественники. Для съемок документальных фильмов агроусадьбу посещали журналисты Discovery, Animal Planet и National Geographic. При этом, как такового специального отношения к себе волки не требуют. Ухода как бы такового особенного они, честно говоря, не очень требуют. То есть зверь очень крепкий, живет на улице и даже под крышу они заходят редко. Но просто содержать в вольере это одна история. Если же с ними вы хотите работать, выпускать, снимать кино или фото, то, конечно, во-первых, их нужно выращивать со слепого возраста. Во-вторых, с ними нужно постоянно ходить, общаться. В этой агроусадьбе занимаются не только волками. Пока туристов нет, биологи наблюдают за местными глухарями, например, и окольцовывают птиц.